Научно-практическая конференция воспитания человека культуры в Самарской детской музыкальной хоровой школе номер один началась с исполнения гимна Российской Федерации. В ноябре прошлого года вышел указ президента России Владимира Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В актовом зале педагоги практики и представители науки. В течение многих лет коллектив школы брал на вооружение и адаптировал разные методики. Знакомились и адаптировали опыт и творчество разных преподавателей. Сегодня педагоги делились своим опытом с коллегами. При помощи музыки, это была наша цель, задача воспитать человека, культурного слушателя, культурного исполнителя, воспитать семью, из которой приходит к нам ребенок. У нас хорошо развито семейное музицирование, мы привлекаем семью. На этой конференции прозвучали не только доклады взрослых. На площадке мастер-классов звучали и детские голоса. Например, хорового пения участникам встреч показывали, как обучают детей. Я дирижер хоровик, и поэтому хор всегда был на протяжении веков. Это такой, ну, самый эффективный социокультурный средой, в которой как раз воспитывался человек культуры. Причем с самого детства и до самой старости. В самарских школах дополнительного образования педагоги занимаются не только обучением, но и нравственным воспитанием. Это экскурсии, конкурсы, творческие смены в детских лагерях. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.